Разговоры о троллейбусной линии до Каштака велись более 10 лет. Особенно ярко этот вопрос обсуждался в период каких-либо предвыборных кампаний. Читинцы постепенно стали относиться к этому с большой долей юмора и даже сарказма. Теперь же можно сказать точно, в этом году троллейбусы наконец-то дойдут до этой окраины города. На эти цели выделено более 250 миллионов рублей. Можно сказать, это была мечта наших горожан. Спасибо нашему губернатору Александру Михайловичу Осипову. Он просто сдвинул с мертвой точки. Работы очень много, работа очень серьезная, короткие сроки. Вы знаете, у нас период такой летний. Почему мы сейчас находимся, уже вот здесь с вами сегодня число, 5 мая. Начали мы в апреле. То есть все дороги мы пошли в апреле. Такого тоже давно не было. Работы по проекту сейчас активно ведутся на конечной остановке возле железнодорожной больницы. Строится площадка для стоянки троллейбусов. Реконструируется разворотное кольцо. Уже отремонтировано здание диспетчерской, где предусмотрена комната отдыха для водителей и кондукторов. Дорога и будущая новая конечная остановка в поселке Каштаг были реконструированы еще в прошлом году. После завершения работ маршрут троллейбуса номер один будет продлен почти на 2,5 километра. Та беспокоенность, которая в связи с чем была и вызвана эта поездка, это то, что сами денежные средства, сам проект был обозначен еще до изменения всей ситуации, в том числе связанной с ценовой политикой. И не повлечет ли это приостановку проекта или изменение сумм финансирования. На что нам даны были ответы, что основное оборудование было закуплено в конце 2021 года по прежним ценам. Поэтому об приостановлении проекта или необходимости увеличения сумм финансирования сейчас речь не идет. И это несмотря на то, что в ходе реализации проекта пришлось включить в перечень работ ремонт участка дороги возле микрорайона Царске, где произошла просадка асфальта, из-за чего скапливалась вода, образуя большую лужу. Подрядчики уверяют, что проект по продлению троллейбусной линии завершат до ноября. Так что будущим кандидатам на выборах предстоит придумать новое оригинальное обещание для избирателей. А вот и оно лет через пять может быть исполнится.